всем привет валику привет сегодня я поделюсь с вами одним из многочисленных рецептов приготовления хачапури я очень люблю этот рецепт ему уже наверное чтобы не соврать лет 40 почему мне так нравится во первых он очень простой и не менее вкусно чем все те которые уже есть в нашем плейлисте во вторых здесь бездрожжевое тесто и для кого-то это является большим плюсом и третий момент нам не понадобится с вами духовка мы будем его выпекать на сухой сковородке это наверное все что я хотела сказать в предисловии теперь быстренько пробегусь по ингредиентам поехали 500 грамм просеянной муки по поводу муки хотела сказать у меня мука пшеничная но ее можно разбавить цельнозерновой приблизительно 350 пшеничной на 150 цельнозерновой это для любителей именно цельнозерновой муки тогда вкус получится у хачапури более такой деревенский так следующий ингредиент это мацони я всегда стараюсь покупать именно мацони ну вот так заведено этому рецепту много лет и и ингредиентом там всегда был мацони но если вдруг нет такой возможности можно купить кефир и использовать его но стараться чтобы кефир был не жидкий то есть жирный тогда все получится как нужно дальше для теста 2 яйца 20 миллилитров или две столовые ложки растительного масла по чайной ложке соли и соды собственно для теста все для начинки как обычно я беру два сорта сыра у меня это сугуни и чанах чанах как правило попадается достаточно соленые поэтому я его вымачиваю какое-то время в воде чтобы от этой соли избавиться и потом его нужно просушить чтобы не было лишней влаги 50 грамм сливочного масла и одно яйцо все по ингредиент все начнем с теста начинаем с яиц разбиваем 2 яйца добавляем соль размешиваем венчиком теперь растительное масло и добавляем мацони размешиваем теперь потихонечку добавляем муку пока мешается венчиком будем мешать венчиком а потом замешивать будем руками все венчиком уже достаточно тяжело я с ним прощаюсь на сегодня и сейчас буду замешивать уже руками вы тоже наверно думаете что про соду я забыла а то валико занервничал я и про нее не забыла просто время для нее еще не настало вот на этапе когда все ингредиенты уже более не менее соединились мы высыпаем прямо на тесто соду и будем вымешивать до абсолютной однородности и до момента чтобы она совсем перестала липнуть к рукам мука у всех разная поэтому если вам покажется что 500 грамм это маловато вы можете тогда немножечко досыпать но не забивайте сильно тесто мукой чтобы оно не получилось грубым вымешивать надо я думаю минут 10 не меньше пока мишу тесто расскажу историю у этого рецепта который мы сейчас с вами делаем есть название и достаточно необычное дело в том что раньше в тбилиси была уйма разных рецептов и люди друг другу их передавали и чтобы с ассоциировать рецепт с человеком от которого он пришел рядом писали имя допустим пирожки марико или пирог века так вот это хотя буре называется манана у мамы была подружка тетя манана и вот в нашей тетрадке этот рецепт так и записан хачапури манана если вдруг кого-то интересует как в телефонной книге как в телефонной книге абсолютно точно вот принципе мы вымесили тесто но стало однородным перестала липнуть к рукам достаточно мягенькая нам теперь нужно его я кстати его подпыляла несколько раз так что не бойтесь перекладываем его в мисочку сейчас немножечко сверху тоже сделаю я накрою полотенцем вы можете пленкой и ставим в холодильник на полтора два часа за это время мы спокойно можем заняться начинкой измельчаем сыр я это буду делать на терке если кому-то удобно можно пропустить через мясорубку без разницы дальше нам нужно будет растопить сливочное масло влить в эту массу и добавить одно сырое яйцо поехали прошло два часа я достала тесто такой прекрасный комочек получился у нас теперь мы должны разделить его на 4 равные части то есть из этого количества теста у нас получится 4 хачапури сразу скажу что диаметр моей сковородки 28 сантиметров поехали прикроем пока полотенчиком и разделим на 4 равные части начинку все приготовления у нас сделаны теперь начинаем формировать сразу ставим сковородку на средний огонь пусть она у нас прогревается масло не наливаем жарим на сухой сковородке первый пошел можно подпылить слегка чтобы не липло и начинаем формировать кружок сначала немножко руками себе поможем а потом сделаем это скалкой раскатали мы такой кружок это предварительный он где-то 20-22 сантиметра и теперь начинаем его формировать собираем с краев и делаем как будто одну большую хинкарю единственный момент такой слишком много теста мы складочки не собираем иначе серединка будет очень толстая в нем в ней будет очень много теста поэтому стараемся брать прямо вот буквально за краешки ну то есть никак хинкали что хвостик был не здесь хвостик нам как раз не нужен минимальный хвостик нужен минимальный хвостик что потом это все раскатать да и не было толстой сердцевин потому что хинкали хвостик мы уже не кушаем а здесь нам надо чтобы все скушать вот так чуть-чуть можно подпылить переворачиваем и начинаем уже раскатывать на диаметр вашей сковородки у меня она напомню 28 сантиметров то есть хачапури должен быть где-то приблизительно 26 сантиметров потому что он немножко в размере увеличится из середины к краям стараемся чтобы сердцевина не была у нас толстой сначала пальцами а потом раскатаем скалкой переносим хачапури на сковородку можно немножко руками разровнять по диаметру и ждем когда одна сторона у нас пропечется дальше будем переворачивать перекладываем готовы хачапури на тарелочку и обязательно сразу сверху смазываем сливочным маслом так он будет намного нежнее и идем за следующим не забываем смазывать маслом и по такому же принципу выпекаем оставшиеся два мы большие с вами молодцы мы быстренько все сделали вот такая красотища получилась я хотела сказать что если вдруг так сложилось и в первый день вы все не съели хотя я в этом очень сомневаюсь на следующий день точно так же на сухой сковородочке вы подогреваете хачапури с двух сторон и он получается не менее нежный и вкусно чем в первый день вот чем мне еще очень нравится это тесто а на сегодня наверное все вы не видите но у меня за камерой уже выстроилась очередь с голодными глазами поэтому вынуждена про и попрощаться с вами всем добра и мира подписывайтесь на канал ждем ваших комментариев лайков пока пока пока